Снова добрый вечер, снова с вами я Андрей Флешик с житейской полезной психотерапией, которая может пригодиться вам в жизни и улучшить ее качество. Но так или иначе, возможно, вы осознаете потребность улучшать качество жизни более продуктивно, профессионально, и решите, что стоит того, чтобы обратиться или за профессиональной помощью индивидуально, разрешить сложности, конфликты и получить подсказку, поддержку, энергию для того, чтобы продвигаться дальше, для успеха, развития, для радости и счастья и так далее. И для этого мои телефоны и мой адрес скайпа. Ну а кроме того, напомню о моих тренингах и обучающих программах бесценный опыт, для меня тоже. Ну и, как отзываются те, кто побывал, ничем нельзя оценить. Те тренинги, в которых я побывал, как клиент, не в одном нежели особенно высококачественных. Каждый изменил меня на долго, поэтому это стоит того. Вначале я так же, как многие из вас, сомневался, стоит ли тратить время, стоит ли тратить эти деньги, но потом оказалось, да, это стоило того. Каждый изменил. Но так или иначе, возвращаемся к нашей теме. Если вы здесь, скорее всего, прочитали название этого поста, и, скорее всего, тема для вас актуальна. Кстати, когда я выставлял видео, я думал, как бы избавиться от тени. Видите, он не за спиной. Вот это может другой рукой показывать. А потом решил, нет. Она будет иллюстрацией. Потому что тема внутренний критик. И вы можете сами для себя предположить, почему это будет иллюстрация. Тень, которая видна за спиной. Но так или иначе, если вы смотрите это видео, скорее всего, вам не нужно разжевывать тему, что критика может быть как конструктивной, полезной, помогающей, так и, извините, деструктивной, разрушительной. И в особенности разрушительной может быть внутренняя критика. И да, мы приходим к тому моменту, когда нам нужно вынести тему. Внутренний диалог. Мы действительно, нормальные люди, постоянно беседуют с собой. Молчат. Вот это вызывает смешки у некоторых людей. Но так или иначе, я думаю, что вы меня поддержите и понимаете. Постоянно беседуем, создаем историю. И для кого-то это тема внутреннего диалога, который редко замолкает, эзотерики на этом целый бизнес строят. Обещая людям, скажем так, сделать так, чтобы этот диалог замолк, мы испытали мгновенное счастье. Или даже бесконечное счастье, если он замолкнет раз и навсегда. Но это видео не об этом. Внутренний диалог. Есть я, который критикует, и я, которого критикуют. Как минимум два персонажа в этой беседе. Я думаю, с этим нечего спорить. Мы не всегда слышим, чей голос говорит, и чей голос слушает, чей голос гнобит, унижает, критикует, находит правоизъяны, и чье ухо, скажем так, чье тело сгибается под этим гнётом. Внутренний насильник и внутренняя жертва. Это интересно. Но так или иначе, когда спрашиваешь человека, так кто же тебе говорит? Иногда самый простой и быстрый ответ. Когда человек не успевает уйти в себя и действительно примерить на себя, включить воображение, говорит, ну я говорю. А кому говорит? Мне говорит. Говорит, а чем вы отличаетесь? Ты, который говоришь, и ты, который... Да, получай. В данном контексте. Он говорит, да нет, но одинаковые. И требуется какое-то время, чтобы прислушаться и заметить. И голоса разные. И посыл разный. И уверенность тоже разная. И условно возвращаясь к концепции, удобной для житейской психологии, концепции Эрика Бёрна, внутренний родитель, внутренний ребёнок. И чаще всего критичность связана с эго-состоянием, состоянием родителя. А вот это вот непослушный ребёнок, это та жертва, которая всё это выслушивает. Но условный клиент, с которым я как будто бы сейчас обращаюсь в воображаемом диалоге, он идентифицирует себя только с ребёнком. Хотя говорит, ну, я себе говорю, я себе одноблю, но даже не пользуется, не осознаёт той силы, которая связана с водителем. Но в эту тему мы не будем углубляться, мы будем говорить о самом простом. Потому что хотелось бы, чтобы это видео помогло понять карту происходящего, прочувствовать энергии происходящего, но всё же в большей степени дало рекомендации. Я дам рекомендации, практики, упражнения, которые помогают многим противостоять. Да, я не могу вам обещать, что критик заткнётся, и вы будете в полной гармонии с собой. Нет, ни в коем случае. Конечно же, это нормальные ожидания, но связанные с незрелостью нашего ребёнка. Мы ожидаем так, что психолог скажет нам, сделает нам, и произойдёт что-то, что вы перестанете беспокоить. Ну, беспокойство останется, но вы сможете противостоять, и он не будет останавливать ваши действия. И энергетически вы не будете сдаваться и опускать руки. Это ближе. Ну и часто, конечно же, понимание ситуации облегчает и умиротворяет. И мы возвращаемся к вот этой самой концепции, к этой концепции, что же происходит внутри. Внутренний диалог. Да, я, который набит, внутренний судья, я, которого судят. И иногда даже мы воображаем процесс суда. И часто обнаруживаем, что защитник в этом суде просто не работает. Он соглашается с тем, что внутренний критик, осуждающий, обвинитель, прав. Даже когда понимает, что этот суд скорее ищет виноватых, чем ищет решение. Итак, мы переходим к вот этому важному вопросу зрелости. От старого русского вопроса, кто виноват, научиться переходить тут же к новому. И скорее в наше время все-таки американскому вопросу, что делать, чтобы было лучше. Как сделать так, чтобы наше соперничество перешло в наше сотрудничество? Это одна из формул, простая формула зрелости, которая помогает в этом противостоянию и диалогу. В этом случае, как внутреннему, так и внешнему. Да, я думаю, что вы согласны со мной, что иногда критика стимулирует, а иногда критика разрушает. Слишком ранняя критика, когда ребенок не способен понять, что он может изменить и как может изменить, или он не верит в свою способность, ломает. Я имею в виду раннее по возрасту. Маленький ребенок, которого критикуют слишком взрослый, он просто не понимает, что он может что-то не так. Он считает, что что-то не так с ним, и у него просто опускаются руки в одном случае. Он становится упрямым в другом. Раз я не прав, так я буду делать по-своему. Мало того, вы меня критикуете, вы меня обижаете, я вам отопщу. И это да. Так оно и работает. Если ребенку не объяснить, не прояснить и не помочь ему найти выход. Ну и вообще, конечно, критичность способна, критичность как способ стимулирования, стимулирование развития, можно применять только кодов с трех. Мало того, так, чтобы ребенок понимал, какой у него выход. И что выход реально есть. И что мы критикуем не тебя лично, как многие родители очень зрело говорят, а то поведение, которое ты можешь изменить таким-то и таким-то образом. Да, я тебе покажу. Хорошо, если бы с нами все так обходились и нам всем так понимали. Я понимаю, любой нормальный родитель иногда сорвается. Вопрос в том, насколько часто он это делает, насколько родитель решает эту ситуацию исправить. Вот этот вопрос. Причем не откупиться, а именно исправить. Помочь в развитии. Потому что того же самого родителя тоже гнобит его внутренние критики. Мама может считать, ой, я такая плохая мама, это ужас. И начать себя заниматься тем же самым самобичеванием, тем же самым самонаказанием и выкупом. Откупаться подарками вместо того, чтобы сделать самую здравую вещь. Объяснить, помочь, разъяснить, потратить время, энергию. И научаться совладать со своими эмоциями. Ну, потому что это важная тема в этой, говоря о внутренней критике. Но так или иначе, внутри нас. Внутри нас часто разворачивается целый суд. И на этом суде. Многие клиенты чувствуют себя только на кресле подсудимого. И иногда я прямо предлагаю. Предлагаю, а как тебе на кресле обвинителя? Как ты себя чувствуешь? Уверенно, классно. Ну, условно, конечно же, это не такая простая игра. Нужно вывести из роли, разидентифицировать и ввести в роль. Но так или иначе, да, довольно уверенно, в этом есть сила. Как тебе в кресле защитника? Часто это кресло, в этом кресле, те, кто интересуется этой темой, они не знают их защищать. Они не приводят здравых аргументов. И вам нужно уметь привести здравые аргументы. Как минимум, иногда даже я подсказываю решение, если ситуация почти что клиническая или клиническая. Мог ли он в этом возрасте, учитывая его ресурсы, или она в этой ситуации, учитывая физические ограничения, могла ли она ответить иначе? И наш защитник может высказаться, обращаясь не только, но как бы не только к пониманию информативного ситуации, но и к чувствам. Вы должны понять и сострадать. И главный результат этого суда, какой будет результат этого суда? Он будет наказанием или он будет помогать развиваться, принять решение, научиться чему-то новому, освободиться? Ведь да, почти во всех странах используется термин «исправительные заведения», ну, к тюрьмам, они наказательные. Все пытаются следовать этой концепции. Это должно исправить. И в данном случае это сострадание, и этот потенциал важен и в нашем внутреннем суде. Но иногда стоит встать на ноги, набрать побольше воздуха и взглянуть на судей, и спросить, а судьи, собственно, кто? Какое право вы имеете судить и с какой целью? И иногда этот вопрос тоже может быть освобождающий. В какой ситуации мы себе судим? Ведь те, кто интересуется этой темой, зачастую судят себя за то, что с ними вообще не связано, не в их возможностях, за чужие промахи, за чужие ошибки. Удивительно то, что как-то я читал у Славы Гусева, он разделил людей просто. Может быть, это не от него, ну, я прочитал у него экзистенциальных кредиторов, экзистенциальных должников. И так или иначе люди в той или иной степени повторяют, подгоняются под эту концепцию. А они действительно взыскивают долги, а другие всем должны всегда. Даже там, где им нечего дать, и они вообще, это не их долги. Ну, это к тем, кто жертвам. Итак, я часто использую слово «жертва», это действительно виктимый, жертвам и сценарий. Не буду разжевывать этот термин, по-моему, он достаточно наглядный и понятный. И лёгкое отступление, короткое отступление в тему психологической травмы, с которой я много работал в своей жизни. Самый тяжёлый вред, самый большой вред после психотравмирующих событий наносит не само событие, а именно тот период времени, который человек остаётся в одиночестве наедине со своим внутренним, внутренней критикой. И самые тяжёлые последствия, связанные с самооценкой, с оценкой ситуации, самый тяжёлый вред связан с тем, что этот внутренний диалог говорит, ты должна была с этим справиться, ты должна была проявить достоинство и гордость и ответить им во что бы это ни стало, ты должна была рискнуть своей жизнью и так далее. И это самая разрушительная часть. И если вовремя психолог помогает это чувство вины, развести, скажем так, разрубить, понять, что это была наилучшая, наинормальнейшая реакция в той ситуации, дать ей пройти, простить себя, помочь не разрушать чувство собственного достоинства, одно из ключевых чувств, одно из ключевых вообще понятий в контексте внутреннего критика, чувство собственного достоинства за что-то или просто быть человеком, это достаточно достоинство, сохранить нечто внутри, оно многомерное, оно не связано с событиями, которые происходят, и никто не может его отнять от нас, даже применив к нам жесточайшее насилие, но иногда мы ломаемся. И самоуважение. Можно не знать как, из чего оно состоит, но для этого короткого видео просто хочу, чтобы вы себе напоминали слово самоуважение. Я учусь этому. И самоуважение не связано с тем, что произошло со мной и чего я достиг в данном контексте. Привыкайте и примеряйте это к себе. И может быть это иррационально, но я не думаю, что эту тему стоит развивать долго, а это для отдельных бесед, можете звонить, писать, я раскрою ее. Но иногда слово самоуважение в какие-то моменты вдруг становится поддержкой. Я уважаю себя такого, как есть, со своими реакциями, с сильными и слабыми сторонами. Я не дам себе разрушать себя. Я не дам своему вреду разрушить и поранить мое достоинство. Я буду противостоять. И да, то, что связано с психологической травмой и то, что связано с вот этой ситуацией внутренней борьбы и победы, с насилием, внутренним насилием, да, это внутреннее насилие. Здесь подходит концепция копинга, умение справляться, противостоять. Набрать воздухо, посмотреть и ответить в голос. И не важно, сильнее, больше или меньше вы физически, в своем воображении и в реальности. Важно сохранить свое чувство, чувство собственного достоинства. И во внутреннем диалоге тоже. Создатель гештальтерапии Фрис Перл пользовался концепцией собака сверху и собака снижу. Может быть, вам эта метафора поможет осознавать, что происходит. Как внутри у вас побеждает некий садистический гнобитель. Да, ты должен быть наказан. Да, так тебе и надо. Ты жалкая жертва. или все-таки тот, кого вновь и отвечает. Твоя критика сейчас бессмысленна. Ты не смог мне помочь в то время. Ты не смог меня спасти. Поэтому сейчас я не буду тебя слушать. как пример развернутого внутреннего диалога. Но так или иначе иногда мы обнаруживаем, что это не просто диалог, а это целый театр. И мало того, что у нас есть собеседник, оказывается, у нас есть целая аудитория, которую мы таскаем с собой. Может быть, там за спиной, может быть, где-то сбоку. Слушатели. Наша деревня, которая смотрит оказывающие, мы перед ними кланяемся, мы перед ними пригибаемся, мы пытаемся подыграть каким-то ожиданиям. Есть режиссер, который может переписать сценарий в принципе. Есть еще другие актеры. И иногда я один, а их много. То ли будет то аудитория, то ли противостоящая сторона. Этот воображаемый театр заставляет меня большую часть жизни пригибаться и чувствовать себя чужим в этой жизни. Хотя он уже давно не существует. Это фантазия. Но это не для того, чтобы вы сказали, подумали, блин, какой я жалкий человек, что я таскаю с собой весь этот цирк. Ну да, если развернуть этот самый театр еще из 2D в 3D, то это получится цирк. Хотя это даже более выгодный ракурс. И мы им воспользуемся позже. Потому что фас снижает важность, снижает переоценивание значимости ситуации в своей реакции на них. Но мы к этому еще вернемся. И один из простых способов, когда вы осознаете, что прямо сейчас подумайте, если это реально вас разрушает, если это реально отравляет вам жизнь, отравляет, портит вам настроение, у вас этот плохой сон, если это реально мешает вам совершать поступки, решиться с кем-то познакомиться, решиться на новый проект, отпустить скучную, неинтересную работу и не прожить всю жизнь, как бы извиняясь за то, что вы живете, если это реально важно, решите, насколько активно вы будете формировать новые привычки, новые сценарии жизни. и возможно вы сделаете самую простую вещь, вы выделите время, энергию, прямо сейчас решите, насколько это важно, уделите сколько-то минут в день, пишите, или носите еще лучше, носите с собой свою рабочую тетрадь, о которой я настаивать буду на каждом видео, рабочую тетрадь, и как только возникает ситуация, в которой возникает вот это чувство, может даже ситуация прошла, но не так давно, это важно, не откладывайте, доставайте тетради и пишите, пишите, что вы чувствуете, как вы это переживаете, что нужно было сделать по-другому, в других видео, и индивидуально я могу предложить вам структурированные способы самоисцеления с помощью письма, вы можете помогать себе сами, но в данном случае просто пишите, в данном случае я выделю одно, кроме своих чувств, переживаний, как это на вас влияет, выделите одно, какой ваш диалог, какие фразы, какие фразы, и возможно вы догадаетесь, от кого вы их унаследовали, кто бы мог говорить такие фразы, у тебя ничего никогда не получается, ты ничего не доводишь до конца, вот видишь, даже с каким-то наслаждением говорит этот персонаж, ага, я так и знал, быть правым в данном случае намного важнее, чем поддержать развитие, потому что поддержать развитие страшно, можно разочароваться, а быть правым легко, и подтвердить то, что жить в своей коробочке выгодно, удобно, потому что безопасно, ничем не рисковать, но вы решаете сами, что для вас важнее, так или иначе, записывать, какие фразы говорятся со стороны гнобителя, и что вы, может быть, говорите в ответ. Итак, я продолжаю, я и моя тень, с этой стороны, ага, да, так вот, слушайте, записывайте фразы, которыми вы беседуете с собой, и те реакции, которыми вы отвечаете, будь то совершенно инфантильные, младенческие реакции, когда вам говорят, у тебя ничего не получится, и вы даже сказать нечего, вы просто сворачиваетесь и чувствуете, вместо того, чтобы ответить, вы просто чувствуете досаду, печаль, иногда вы действительно соглашаетесь, ну, как мы разыгрываем, так, в такой психодраме, мы разыгрываем этот диалог, да, да, она права, я такая жалкая, несчастная, ничего не стою, ничего, да, конечно же, она права, попробуйте записывать эти фразы, и вторая часть, научитесь отвечать, научитесь отвечать, формируйте в себе своего правозащитника внутри, ответить что-то, и в этом диалоге никогда не сдавайтесь, тут уже, ну, тут уже, знаете, как, вот в этом самом семейном споре, когда, часто, знаете, вот спор идет, кто последний скажет, там, обидную фразу, или громче хлопнет дверью, кто скажет, ой, все, и за мной победа в разговоре, говорите последнюю фразу, и ваша фраза должна быть жизнеутверждающей, у вас могут быть какие-то формулы, домашние заготовки, типа, фраза, я, то, что ты говоришь мне сейчас, может быть, и имеет смысл, в принципе, но сейчас это только мешает мне, это делает, это мне не помогает, это заставляет меня чувствовать себя печальней, ты же наверняка хочешь, чтобы у меня было лучше, можно ответить типа того, что я упоминал своему критику, которую вы можете даже не представить себе, но все-таки ответить, сейчас ты мне не помогаешь, если бы ты помог мне, или помогла мне, когда все было, когда была эта самая ситуация, когда мне сложно, другое дело, сейчас я тебя отказываюсь слушать, я тебя отказываюсь слушать реально, я не намерена слушать пустую критику, я поступала как могла, в этой ситуации, не могла иначе, и часто критик все равно умеет что сказать, и мы опускаем свои плечи, набирайте воздуха и не сдавайтесь, не сдавайтесь, отвечайте, ваша фраза должна быть последней, привыкайте вести диалог, если вы замечаете, что вы скисаете, не пожалейте времени, пишите, придумывайте ответы, придумывайте, если бы это ответил человек более уверенный в себе, что бы ответил такой-то, такой-то человек, которого вы знаете, у него много самоуверенности, чувства собственной ценности, что бы он ответил в этом случае за вас или за себя даже, что бы ответил правильный адвокат, если бы он бывал, в вас был, привыкайте отвечать, не сдаваться, и далее, конечно же, продолжая тему, вообразить себе, вообразить себе этого самого критика, и иногда имеет смысл вообразить себе эту жертву, чьим голосом он или она говорит, и выйти за пределы, ну это я говорю, это мой голос, как правило, как правило, можно все-таки услышать, чьи интонации, чьи слова, кто подбирал слова таким образом, нередко это родители, воспитатели бывают еще, дедушки, бабушки, кто-то из семьи, некоторые прям воображают вот это вот, нашу аудиторию сидящую, могут показать, вот они с той стороны, даже когда они расскажут, иногда они поглядывают, извиняясь туда, прижимая шею немножко, это микродвижение, которое можно отследить, не обязательно, это уметь, но так или иначе, есть старая индейская практика, она, наверное, есть во всех архаичных культурах, похожие практики, визуализации, представления, и они, они видят во всем волшебное, как будто бы дети, и они видят в этих голосах, а это действительно голоса, и просто, что при шизофрении мы теряем вот эту границу, эти голоса говорят так громко, что мы не понимаем, что невоображаемые, и они слишком громко говорят, но так или иначе, эти голоса, они говорят, если, дух, если у тебя есть, что сказать, покажи себя, и если дух не показывает себя, то есть, вы можете его вообразить, и вы ждете, на кого, на что это похоже, будет ли это обобщенный образ, мультяшный, или реальный человек, собирательный, или символ, но это будет что-то, что может говорить эти слова, и в индейской практике, да, есть такая традиция, если дух не показывает себя, он не имеет права голоса, я отказываюсь тебя слушать, говоришь ты, если дух показывает себя, и вы можете его разглядеть, посмотреть в глаза, если они, ну, чаще всего они есть, вы можете начать диалог, спросить, сказать, настаивать, отказаться, в конце концов, отказаться, прогибаться под эти фразы, но вам важно, наладить этот диалог, есть работающая, очень работающая, забавная практика, некоторые даже спонтанные делают, хорошо она разработана, технологически в НЛП, вы воображаете себе, этого самого критика, будь то, будь то ваш внутренний, или даже реальный критик, реальный человек, который, ну, рядом с которым вы теряетесь, рядом с которым вы не чувствуете себя уверенно, вы представляете во всех подробностях, взгляд, действия, и отслеживаете свои ощущения, как это в теле, где это отзывается, как это вас подламывает, как тело реагирует на это, то есть, входите, оживляете эту ситуацию, но больше все-таки, рассматриваете картинку, на которой вы видите, вашего огнобителя, и когда вы рассмотрели его внимательно, давайте ему говорить эти фразы, замечая свою реакцию, и пробуйте поиграть, то, что называется, субмодальности, значит, как будто у вас есть, как будто у вас есть дистанционное управление, и вы можете изменять голос, громкость, объем, интонации, скорость, цвета, и когда вы действительно оживляете эту картинку, и она вас трогает, ну, вы чувствуете, насколько она вас затрагивает, пугает, расстраивает, печалит, включаете, играете с этой ДУшкой, что вы делаете, вы приближаете этот образ, отдаляете его, замечаете, усиливается, ослабляется ваш отклик, вы увеличиваете персонажа, а он часто действительно кажется огромным, больше нас, во всяком случае, потому что условно, это какая-то авторитетная родительская, или там авторитетная фигура, и она физически кажется больше, а что делать, если она уменьшается, вы не знаете, как в мультиках, вот этот вот, про Тома и Джерри, помните, как Том уменьшается маленький, и у него такой голосок, что-то вам серьезно, там вот это отвечает, это голос, и вы слышите, реально слышите этот звук, вы смотрите, и вдруг замечаете, что тьма сгущается, и человек продолжает, и этот персонаж с этим пафосом, с этой серьезностью, начинает вас угнетать, но в то же время, вдруг вы обнаружите, что это арена цирка, и включается цирковой марш, клоунская музыка, и он рассказывает, и чем более вовлеченный, громко, убедительно этот персонаж, вас убеждает, в вашей никчемности, тем громче играет музыка, и вокруг едут медведи на велосипеде, танцуют клоуны, кидаются в него конфетти, и серпантином, и чем громче, и чем более убедительно, этот персонаж говорит, тем искажается, больше фарсом, эта картина, пока вас не разрывает, от смеха, и если вы сделаете это несколько раз, увеличивая, уменьшая скорость, меняя цвета, ну это ключи, а если захотите по-настоящему, эту практику сделать, ну если эмоционально заряженная ситуация, для разных ситуаций, можете ко мне на скайп, это очень быстрое упражнение, очень продуктивное, я могу вас провести по нему, и вы можете изменить отношение к чему-то, что вас очень угнетает, ну это вот короткий такой экскурс, как с этим можно поиграть, игра, да, это ключ, потому что внутренний критик, его власть замешаны на серьезности, на пафосе, на вашем серьезном отношении, на его серьезном отношении, единственное, перед чем не может удержаться ни один критик, ни один подавляющий персонаж, ни один родитель, это фарс, юмор, творчество, он бессилен, если вспомните эту комедию 5 минут, там был товарищ огурцов, который терроризировал всех, грозя испортить новогодний вечер, и просто его влекли в игру, и вы захватываете все вокруг, другие персонажи веселые, начинают кружиться вокруг, хватать его за руки, вовлекать в танец, как у меня там у одной клиентки был образ, когда какой-то он такой персонаж, такая тетя в очечках, в такой шапке серьезной, и вдруг кто-то раз так ее дернул, и немножко сбил шапку на бок, и очки сбились, вот, она продолжает быть серьезной, это еще смешнее, чем дальше она серьезнее, чем смешнее, и в конце концов она начинает хохотать, и каждый раз, когда она вспоминает свою внутреннюю критику, ей смешно, она не может удержаться, серьезность не выдерживает напора юмора, так оно работает, но если пойдем глубже, если вы решитесь пойти со мной глубже, почестнее, знаете, терапевтичнее, ведь, как все, что в нас происходит, внутренний критик, для цели, для пользы, и вот тот самый вопрос из психотерапии, который очень любят, так называемой, позитивной психотерапии, для чего, какую полезную функцию он выполняет, этот персонаж, и вы можете сказать, да нет, ничего полезного, он только вредит, он меня разрушает, вот если без него, как без чувства вины, без чувства стыда, я была бы свободная, но это с позиции угнетаемого, но если вы покинете позицию угнетаемого, оставите себя угнетаемым, своего ребенка на той позиции, оставите угнетателя на другой позиции, выйдите в позицию третьей, со стороны, и оттуда только вы можете увидеть, что функция этого персонажа была, ну скажем, защитить вас, от разочарований, от того, чтобы попасть в дурацкое положение, и не переживать это снова, она защищала вас от бездумного риска, в каких-то случаях чрезмерно много, но мы не будем увлекаться ролью жертвы, мы просто признаем, ага, мы говорим этому персонажу, я понимаю, ты хотела сохранить меня, ты хотела сохранить мое чувство собственного достоинства, потому что если бы я рискнула говорить с этим человеком прилюдно, я могла бы снова как в детстве устыдиться, и это было бы очень неловко, я бы не справилась в этот раз, я понимаю, не пытаясь исправить, признать это, если вы честно признаете и прочувствуете ценность намерений, только после этого вы можете договариваться и говорить, а что если мы по-другому восполним, мы можем сказать, теперь я могу, услышав тебя, все-таки среагировать по-другому, сохранить себя в безопасности по-другому, и ответить как, давай, я согласна, что ты мне напоминала о моем чувстве собственного достоинства, о необдуманных рисках, но если можно, давай я все-таки буду, слушая тебя, принимать новые, обои взрослые решения, это можно прямо в диалоге, или хотя бы прописать это, да, это не всегда работает, это же вопрос, ну как бы для этого и нужны психотерапевты, в жизни это не всегда так полностью можно воплотить, но хотя бы какие-то компоненты, иногда после ситуации, произошедшей, которая вызвала эту реакцию, чувствуете, гномите себя, просто садитесь и все расписываете, что бы я сделала, если бы, и на настоящий момент, это может дать облегчение, и в одной, может быть, из будущих ситуаций, вы вдруг вовремя возьмете, ну как бы возьмете власть в свои руки, и не отдадите внутреннему критику, ну победу, скажем так, но в то же время, отнесетесь к уважению, к этой тенденции, ты хочешь меня сохранить, ты за мое чувство собственного достоинства, для того, чтобы я больше не боялась, не вляпывалась, как когда-то бывало раньше, я понимаю тебя, я тебя слышу, это, кстати, очень ценно для умения, строить зрелые отношения со своими родителями, которые иногда нас очень нервируют, беспокоят, и мы там в нормальном состоянии можем осознать, что за их доставучестью, за их критичностью, стоит желание помочь сохранить нас, но не всегда это понятно, и об этом важно вспоминать, и разрешать конфликты, ограничивающих родителей, признавая, я понимаю, что ты беспокоишься обо мне, я ценю твою заботу, не стараясь ничего доказать, ничего, как это, не переубедить, а просто признать это, закончить предложение точкой, не доказывать родителям, что ты можешь по-другому, а просто поставить точку, я слышу тебя, это очень важно, что ты заботишься, мне ценна твоя забота, иногда даже можно обняться, и только после этого, если это необходимо, часто в этом нет необходимости, если голос услышан, сказать, попробуй меня понять, поддержи меня в том, что я делаю только то, что могу своим уникальным способом, или там на языке расстановок, или там в древнем языке, благослови меня жить по-своему. И это более глубокий способ признания, принятия. Есть и другие. И когда критик, внутренний критик, связан с каким-то проектом, с действием, когда нам предлагают, или мы сами мечтаем о каком-то, о чем-то новом, о каком-то проекте реализации, критика сразу отравляет любое начинание. И эту роль могут играть близкие нам люди, друзья, родственники, или мы сами. Ты говоришь, у меня такая классная идея, супер идея вообще, это же открытие, это же решение, нам объясняют, почему мы ее не сможем воплотить, даже до конца не выслушав нас. И у нас часто опускаются руки, или наоборот мы злимся, но мы остаемся в этом противостоянии. И тут чудесный помощник, это так называемая практика «Три комнаты Уолта Диснея». По одной из легенд Уолта Диснея, создателя Дисней Уолт, великого мечтателя, было три комнаты. И он посещал их строго в определенном порядке. Это была первая комната мечтателя, вторая комната конструктора, и третья комната критика. И только в таком порядке. И мы по-разному реализуем эту практику. Если вам нужно действительно прочувствовать, понять и предельно честно ее сделать самостоятельно, конечно же, обращайтесь за профессиональной помощью. Будь то моей, или, ну я думаю, любой качественный НЛПР может сделать ее, это тоже несложная практика, но она требует большой искренности. И самому не всегда ее удается сделать в полной мере. И вот если у вас какой-то проект, и у вас большие сомнения, вы можете выбрать то ли разные стулья, то ли нарисовать квадратики, то ли с картами это сделать, прикасаясь к каждой карте, или пересаживаясь на стульчик, на другой стул, именно в этом порядке. И когда вы садитесь на стул мечтателя, или становитесь на место этой комнаты мечтателя, вы обращаете свое внимание вот в этот образ, где-то снаружи, вы смотрите, мечтаете. И если появляется критик, вы выходите оттуда. Можете даже посидеть там на месте критика, если это избыточно, но лучше этого не делать. Просто выходите и входите туда исключительно в состояние мечты, когда все-все-все возможно, и вообще реалии этого вас не волнуют. Вы как будто пишете картины, и ваше внимание, и ваше направление, ваш взгляд смотрит, ваши руки обращаются, вам нужно много пафоса, и много вдохновения, да, телесное вдохновение, ваши крылья раскрыты. Так дышит человек вдохновенный, мечтатель. Куда-то вдаль, или на некую картину. Когда вы уже намечтали, у вас много энергии, вы выходите оттуда, возвращаетесь, ну, свое тело, центрируетесь, отключаетесь от этого. Или идете прямо в комнату конструктора. И теперь вы из того, что уже там намечтали, из этой картины, или того образа, вы строите план, ваше внимание, в плане, вы пишете, теперь вы берете ручку, бумагу, и пишете, структурируете, планируете. Если какая-то критика мешает вам это делать, вы ее слышите, вы уже опытны в этом, вы выходите оттуда, и входите, настраиваетесь, и входите, как только с намерением, как только я прикасаюсь к этому стулу, и становлюсь на этот квадрат, или прикасаюсь к этой карте конструктора, все, теперь я предельно конструктор. Теперь ни критики, ни избыточного мечтания, я леплю из того, что есть, конструирую, как это можно воплотить, что с этим можно сделать. И лишь после этого переходим на стул критика. Лишь после этого, когда у нас есть куда смотреть. Потому что критик чаще всего смотрит не в план, а на мечтателя. И он просто его гнобит. Вы понимаете вообще про взгляд, почему я упомянул, куда кто смотрит. Попробуйте примерить это к себе. Это касается и телесности. Это касается и взгляда языка тела. Но это вам не обязательно. Это как бонусы дополнительные, чтобы проникнуться вот этой игрой. И лишь после этого вы критикуете глядя в план. И тогда вы уже как человек в центре, в самой середине между тремя комнатами можете реально обратить критика на языке. Знаете, вот старый комсомольский принцип был. Ну, мало кто помнит уже. критикуя предлагай. Как ни странно, в этом самом комсомольском мире в той традиции был очень здоровый подход. Критика принималась только конструктивная. Ну, во всяком случае, идеологически эта идея подвигалась. И если критик переносит свою разрушительную энергию просто на опускание мечтателя, это так, это не принимается. Как это говорится в суде, objection, забыл, как по-русски это говорится, отвергается. Нет, мы не критикуем здесь человека. Мы критикуем с целью того, чтобы то, что мы сделали, можно реалистично воплотить или действительно взвесив все возможности уже решить, стоит ли это делать. Взвесив все возможности. И там должна быть опция предлагать. Что же ценное ты можешь предложить в обмен. И, пожалуй, на этот раз достаточно. я напоминаю вам, пожалуйста, если вам интересно то, что я рассказываю и развитие все новых и еще более житейских и полезных тем, подписывайтесь на мой канал. Это поможет мне, вам и другим возможным потенциальным зрителям увидеть меня больше. А также, если вы решаетесь все-таки улучшить качество жизни и справиться с проблемами, и с эмоциональными сложностями, и с решениями жизни, и многое другое, не стесняйтесь, обращайтесь за помощью. Как я уже говорил, я не пожалел ни об одной тренинге, ни об одной терапии в своей жизни. Ну, что же, спасибо вам, добро пожаловать. И, да, можно давать обратную связь, даже желательно давать обратную связь, и можете писать на упомянутый скайп и координаты, и о том, что вам нравится, и о том, что вам хотелось бы еще, какие темы актуальны. Ну, что же, приятного вам! субтитры создавал DimaTorzok,